Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России Александр Калинин. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Александр Сергеевич, руководитель Якутии Егор Борисов подписал указ о борьбе с нелегальным бизнесом. Скажите, как вы оцениваете эту меру и насколько она будет действенна для вывода бизнеса из тени? Опора России объединяет десятки, сотни тысяч российских предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые работают на территории всей нашей большой страны. И сюда я прибыл как раз по приглашению Егора Афанасьевича Борисова и по приглашению нашего регионального отделения опоры России, который возглавляет Макаров Егор Петрович, с тем, чтобы мы здесь на месте пообщались с предпринимателями, пообщались с властью республики и вместе нашли те резервы, те источники и те проблемные какие-то вопросы сняли, чтобы малый бизнес республики, он динамично развивался. И по опросам, которые опора России провела к Восточному экономическому форуму, несправедливая конкуренция с нелегальным бизнесом, она входит в топ-3 самых злободневных вопросов на сегодняшний день. Я получил экземпляр указа во время встречи с главой республики, один из первых. И я могу сказать, что глава республики попал в точку. И я считаю, что подобные меры должны принять все руководители региональных регионов Дальневосточного федерального округа. Почему? Предприниматели, а в опору России вступают только те, кто легально зарегистрирован в Российской Федерации, мы это проверяем, естественно. Они указывают на то, что если ты регистрируешься как налогоплательщик, как субъект малого бизнеса, ты платишь налоги, ты трудоустраиваешь своих сотрудников, несешь определенные затраты. Все это так или иначе находит отражение в цене. И рядом может работать другой предприниматель. Он не регистрируется, он не платит никаких налогов. Он работает в черную, то есть за наличные. И от этого страдают, во-первых, другие предприниматели, я подчеркну, потому что цены становятся неконкурентоспособными. Во-вторых, от этого страдают люди, потому что, как правило, закупленные у них товары, никто никакой ответственности не несет. Но от этого страдает и государство, поскольку никакие налоги от такой деятельности в бюджет не поступают, а это, как вы знаете, в том числе зарплата учителей, врачей, дороги и так далее. Скажите, так вот какие механизмы необходимо, по вашему мнению, внедрить на федеральном и региональном уровне для поддержки как раз малого и среднего бизнеса? Ну, об одной мы уже сказали, о важной, да, это то, чтобы нелегального предпринимательства было минимум, не только в Саха-Якутии, везде. Тогда это будет справедливо и будет развиваться как раз те, кто верит в свою страну, в будущее этой страны, республики, кто берет на работу людей, платит им достойную зарплату. И это правильно. Мне понравилось то, что в указе очень много глава посвятил как раз не каким-то репрессивным мерам. Он призвал все общественные организации Саха-Якутии вместе рассказывать о том, почему работать легально выгодно. Здесь даже заложены такие механизмы, как грантовая поддержка тем общественным организациям, которые будут содействовать легализации предпринимательства на территории республики. И вот такой союз государства, общества и предпринимателей, он очень продуктивен. Это мы можем сказать по тем достижениям, которые опора России смогла добиться для своих членов. Скажите, по вашему мнению, на какие пункты необходимо обратить внимание, для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона? Я был на очень большом форуме, вместе мы с Сила, предприниматели республики уже проводят во второй раз. Я там провел весь день практически. И могу сказать, что больше всего волнует бизнесменов, предпринимателей Якутии. Но прежде всего, конечно, люди говорят о логистике. То, что логистика крайне затратная, и это нужно ее, с одной стороны, улучшать, с другой стороны, нужно убирать ненужные барьеры. К примеру, крайнее недовольство вызывает те сборы, которые по технологическим дорогам с предпринимателей берет Транснефть, Сургутнефтегаз. У нас фура, которая проходит по технологическим дорогам, с нее берут по 120 тысяч, а с микроавтобусов 50 тысяч. А с какой стати? Как федеральная структура опора России задает вопрос. Да, эти дороги проложены госкорпорациями. Безусловно, плата за проезд должна быть. Но а кто устанавливал такие цены? И где управление федеральной антимонопольной службы? Оно должно активно на это реагировать. Это естественные монополии в данной ситуации. И такие платежи должны быть устанавливаться сведомо федеральной антимонопольной службы. И мы с главой республики договорились, что 1 декабря мы в том числе этот вопрос будем поднимать в Москве. Там будет большой форум, тысячу шагов к инвестиционному климату. И мы этот вопрос зададим Игорю Артемию, руководителю федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Второй вопрос, который людей волнует, это, конечно, энергетика. Люди считают, что, во-первых, все бы благодарили и власти, и опору в том числе за то, что цены на электроэнергию упали почти что в два раза. Люди говорят, что они во многом не хотели открывать производство, потому что платить по 9 рублей за киловатт-час это очень дорого. Сейчас уже 4,5, а с нового года электроэнергия будет еще дешевле, 4 рубля 30 копеек. Мы добились этого совместными усилиями власти, общественной организации и бизнеса. Но люди хотят идти дальше. Они спрашивают, почему газ в Якутии стоит 4300 рублей, к примеру, в самом Якутске или 5,5 тысяч в Мирном. Люди считают, что газ может стоить меньше. Для этого условия есть. И мы с главой республики очень долго обсуждали этот вопрос. Он, понятно, что непростой, но я вас уверяю, что снизить электроэнергию было еще сложнее. Скажите, пожалуйста, вы говорили о транспортных моментах. Как на ваш взгляд, у нас есть такие северные арктические районы, куда очень трудно доставлять груз. То есть, естественно, накрутка идет большая, цены космические. Вот как здесь быть? Одна из острейших проблем, и мы ее пока не решили так с первого захода, скажем так, это доступ к деньгам. Все предприниматели Якутии говорят, что банки очень плохо их финансируют. А специфика севера как раз то, что у вас есть месяцы в году, когда транспортной доступности просто нет. Поэтому предприниматели должны делать большие запасы на два, на три месяца, а в некоторых районах и на полгода. И вот тут как раз нужно, по идее, финансовый рычаг, чтобы человек мог взять денег, закупиться, завести вовремя, пока есть транспортная доступность, а потом торговать или производить продукцию. Но банки, к сожалению, это никак не учитывают. И финансовых инструментов, чтобы помочь, не так много. К примеру, мне сказали такую историю, что Сбербанк раньше кредитовал под товарные запасы. Теперь он отказывается это делать по своим стандартам и требует только залог недвижимости. Но у малого бизнеса есть специфика, что недвижимости как раз у него может быть мало, а оборотка нужна приличная. У опоры России 22 ноября будет большой форум с участием Германа Грефа. И мы обязательно этот вопрос поставим перед Сбербанком, перед ВТБ, перед крупнейшими финансовыми институтами страны, чтобы, работая на севере, они должны учитывать эту специфику. Люди должны иметь возможность купить товар по разумной цене. И это особенно актуально для таких республик, как Саха-Якутия. Скажите, пожалуйста, как по-вашему необходимо синхронизировать работу малого и среднего предпринимательства с крупными компаниями? Я сегодня посетил несколько предприятий, членов опоры России в Якутии. И одна из них это ассоциация Apple Diamonds. Как вы знаете, компания Apple, которая, кстати, руководит член президиума опоры России Петр Федоров, он создал вокруг себя целую ассоциацию огранщиков, ювелиров, которые он помогает им сбывать продукцию, а они ее производят по определенным стандартам. Вот это пример очень разумной кооперации. Мне сегодня показывали цифры, ювелиры, которые работают в Саха-Якутии. За прошлый год у них оборот вырос в два раза. Представляете, вот это плод кооперации. Но есть и вопросы. К примеру, о чем они говорят. Естественно, сырье они покупают у Алроса. Но Алроса не учитывают специфику микробизнеса. Они предлагают сырье лотами. А, во-первых, там лот минимум почти 5 миллионов рублей. И людям нужно откуда-то взять эти деньги. Во-вторых, есть сезонный спрос, он разный. К примеру, под Новый год люди хотят более дорогие подарки. А в течение года менее дорогие. И когда наши ювелиры в Саха-Якутии обращаются к Алросу, давайте мы будем покупать разное сырье в разное время года. Им отвечают нет. У нас вот покупайте, что есть, а это ваши проблемы. Но вот это неправильно. Я при встрече с Сергеем Сергеевичем Ивановым, с руководителем Алросы, я обязательно обращу его внимание на то, что надо гибче работать с малым бизнесом. Александр Сергеевич, на ваш взгляд, каким бизнесом, возможно, выгоднее, что ли, заниматься в Якутии? Я вижу, что с одной стороны, вы знаете, когда говорят, что здесь логистическая доступность тяжелая, это с одной стороны, конечно, минус. С другой стороны, ведь те, кто сюда завозят из других регионов, они тоже сталкиваются с тем, что логистика дорогая. Поэтому, мне кажется, важно обратить внимание, во-первых, на внутренний рынок Якутии и попытаться заменить часть товаров с других территорий товарами, которые бы производились здесь. Но, к примеру, уникальные вещи, мы об этом говорили с главой республики, у вас очень много дерева здесь. Но сами компетенции по производству мебели в Якутии, их не так много, потому что нет технологий сушильного производства. И глава поставил вопрос о создании кластера по сушке дерева, чтобы местный малый бизнес мог производить здесь свою продукцию. Кроме того, я был на предприятии, которое экспортирует из Якутии игры, игры, Мэйтон. И вот это тоже пример того, что, используя особенности и компетенции якутских умельцев, можно быть очень успешными и за рубежом. Благодарю вас за беседу. Я напоминаю нашим телезрителям, у нас в гостях был президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Оставайтесь с нами, всегда обсудим самые важные темы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok